МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Глава региона вручил благодарственные письма пятерым сотрудникам за заслуги в развитии почтовой связи, достигнутые трудовые успехи, высокий профессионализм и добросовестную работу. В числе награждаемых начальник отделения почтовой связи села Арбузовка Большиногацкинского почтамта Мария Курушина. Мария Викторовна возглавляет почтовое отделение и заодно выполняет обязанности обычного почтальона. Несколько раз в неделю она обходит все село, разносит письма, бандероли, газеты, пенсии. Каждый раз приходишь, некоторые говорят, что праздник в дом пришел. Даже так. А так всегда все рады, благодарны. Все с улыбкой встречают, провожают. Иногда ждут очень часто. Сразу после награждения стороны подписали соглашение о сотрудничестве. Мне очень приятно, что в решении самых новых, нестандартных, одновременно очень важных для Ульяновской области вопросов и задач, связанных с информационным пространством, повышением качества государственных услуг, мы всегда видим поддержку от Почты России. В рамках соглашения Почта России начнет проводить опросы на ранее выявленные хронически неинфекционные заболевания у граждан. Почтальоны также посредством опросов смогут выявлять одиноких жителей, нуждающихся в предоставлении помощи. Эти данные впоследствии будут передаваться в органы соцзащиты и медицинскую организацию. Это насыщение нашей почтовой сети новой повесткой, связанной с медицинскими услугами, с доставкой фармпрепаратов, лекарств, с оказанием социальных услуг населению. Поэтому точно есть над чем поработать. В этот же день состоялась передача тонометров и планшетных компьютеров руководителю управления Федеральной почтовой связи по Ульяновской области Олегу Непочатову. Оборудование будет использоваться в проектах телемедицины, почтали на здоровье и при проведении анкетирования населения Ульяновской области. Ирина Антонова, Александр Кудряшов. Новости Уллправда ТВ.